Всем привет! В последнее время, в последние дни ко мне прилетело очень много вопросов на тему, как выбрать правильную омега-3, которая принесла бы только пользу нашему организму. И поэтому сегодня будем с вами говорить о критериях выбора правильной омега-3. Надо сказать, прежде чем начать раскрывать эту тему, хочу обратить ваше внимание на то, что обогащает свой рацион омега-3. Ну, это правило хорошего тона. Я спрашивала многих своих коллег, это и кардиологи, и гастроэнтерологи, и диетологи, и нутрициологи, все специальности, неврологи абсолютно всех специальностей. Например, был у меня вот такой вопрос. Если бы была возможность использовать только одну биологическую активную добавку из всех представленных, что бы вы выбрали? И абсолютно все 100% врачей сказали, это омега-3. И это неудивительно, почему выбор врачей выбор сознательных людей всегда останавливается именно на омега-3. Потому что омега-3 — это не просто биологическая активная добавка, это структурный компонент абсолютно каждой нашей с вами клеточки, а значит и всего организма в целом. Потому что в клетках есть мембрана, оболочка, через которую проходит 80% как раз всех ее процессов жизнедеятельности. А это значит, что 80% нашей жизнедеятельности зависит именно от омега-3, потому что омега-3 — это структурный компонент наших с вами мембран. Поэтому любое заболевание, если взять, то тоже опосредованно связано в той или иной мере как раз вот с оболочкой, с мембраной каждой нашей клетки. Важно не допустить, важно подложить соломку там, где мог бы наш организм упасть. Поэтому обогащение рациона омега-3 обязательно. Итак, критерий выбора. Их всего пять. Первый критерий выбора — выбираем омегу-3 изолированную, чтобы не был этот бат, где он бывает, знаете, омега-3, 6, 9. Если есть омега-3, 6, 9, то это значит, кроме рыбьего жира, там добавлено еще большое количество разных растительных масел. Льняное масло, масло авокадо, масло огуречной травы и тому подобное. Нам это не нужно. Нам важно, чтобы было только омега-3. Почему? Да потому что сейчас в нашем питании, в нашем индустриальном обществе так получилось, что мы с вами покупаем мясо, покупаем рыбу, покупаем яйца где? В магазинах. А это значит, что выращивается все это и мясо, и яйца, и рыба. Ну, в таких как бы общих условиях. И их кормят скотину комбикормом, рыбу кормят комбикормом, кур кормят комбикормом, зерном. И они совсем не ездят травку. А если бы они ели травку, то из травы, из водорослей, тогда бы они в своем организме синтезировали длинные цепочки полиненасыщенных жирных кислот, таких как ЭПК и ДГК и ДПК. И мы бы их употребляли, и было бы нам счастье. Сейчас такого нет. И если это так, то идет дисбаланс. А дисбаланс идет к тому, что увеличивается количество аллергий, увеличивается количество воспалений, атеросклерозов, физично-сосудистых катастроф, невыношевая их беременность и огромное количество заболеваний, воспалений, связанных как раз с дисбалансом. Врачи связывают это с дисбалансом как раз омега-3 и омега-6. Поэтому нам важно сделать так, чтобы с омега-3 у нас было все в порядке, а добавлять дополнительно омега-6 и 9, по идее, для обогащения нашего рациона не надо. Они и так прекрасно попадут вместе с питанием. Итак, первый критерий – это изолированная омега-3, то есть БАТ-изолированная омега-3, без остальных дополнительных добавок других омег. Что второе? Смотрим как раз ЭПК и ДКК. Это морские, их называют часто морские, или длинноцепочечные жирные кислоты ЭПК, ДКК и ДПК, из которых как раз образуется хорошо ЭПК и ДКК. Почему они так важны? Они самые ценные. Все сложные наши органы, такие как сетчатка глаза, мозг, они содержат в первую очередь и потребность у них в ДГК. Главный структурный компонент – это ДГК, полинасыщенная жирная кислота омега-3. ЭПК – это как раз наше противодействие воспалениям, потому что из них производится именно тот класс простагландинов, который препятствует воспалению, препятствует сужению сосудов, и это тоже очень классно. Если вдруг есть дисбаланс, тогда омега-6 нам начинает вредить. Если дисбаланса нет, то омега-3 и омега-6 помогают поддерживать нам наше здоровье. Что еще? Смотрим дальше на форму, в которой идет биологически активная добавка омега-3. Формы бывают разные, их всего три. Первое – это натуральные триглицериды. В компании Арифлейм форма омега-3 – это натуральные триглицериды. Второе – это этиловый эфир. И третье предложение, которое есть на рынке – это реатифицированные триглицериды, то есть это когда из этилового эфира снова собирают искусственные такие так называемые триглицериды. Чем они отличаются? Понятно, что натуральные триглицериды, они усваиваются лучше всего, потому что у нас есть все ферменты для того, чтобы их расщепить и использовать на все 100% на благо нашего организма. Но если мы используем этиловый эфир, по идее это тоже неплохо. Кстати, тоже много есть сертификация GMP, и большинство клинических исследований проведены именно на форме этилового эфира. Но обратите внимание, что такое этиловый эфир. Это берется молекула, из нее вырывается глицерин, скелет, вместо него накладывается этил, и получается этиловый эфир. Чем хорошо концентрация ЭПК и ЭДКК, вот этих самых ценных длинноцепочечных морских форм, выше? И если посмотреть, то если посмотреть именно как можно отличить как раз натуральные триглицериды от концентрата, или по-другому этилового эфира, на один грамм, если на один прием, дозировку, если примерно ЭПК и ЭДКК 30%, то это натуральные триглицериды. Если 50-60-70%, то это получается уже этиловый эфир. Смотрите, если ДГК и ЭПК вместе 250-330 мг на 1 грамм, тогда получается это натуральные триглицериды. Если вместе 550-650 мг на 1 грамм, на 1000 мг, тогда это получается этиловый эфир, или по-другому концентрат. Но он, казалось бы, классно, здорово, их больше наших самых замечательных длинноцепочечных жирных кислот, самых ценных, но они усваиваются хуже, потому что это уже синтезировано, здесь уже поучаствовал в создании данных молекул человек, и значит у нас хуже усваивается, нашему организму надо из них еще создать триглицериды, чтобы усвоить. И, соответственно, получается, что усвояемость этилового эфира, или по-другому концентрата, она ниже где-то в 3-3,5 раза, чем у натуральных триглицеридов. Ну и зачем? Значит, выпивать, по идее, надо больше этилового эфира. Вот третья форма, про которую я сказала, восстановленные триглицериды. Здесь все хорошо, но эта форма биологически активных добавок очень дорогая, потому что посмотрите, как много нужно всего сделать, чтобы создать эту форму обратно. И все равно по исследованиям получается, что эта форма все равно усваивается хуже, чем натуральные триглицериды, и где-то она ниже усвояемость 2,7 раза. Так что выбирайте всегда натуральные триглицериды. Особенно это касается, если биологическую активную добавку употребляет беременная женщина и дети, только в форме натуральных триглицеридов. И, кстати, тоже, когда я спрашивала диетологов, нутрициологов, кардиологов, какую форму вы предпочитаете, все тоже все сказали форму натуральных триглицеридов. Так что вы покупаете правильно. Ну и что еще? Я говорила о пяти критериях. У нас еще осталось два критерия. Это же, конечно, компания-производитель. Недавно мне в руки попались исследования компании Biopharma, это Норвегия, которая исследовала, смотрела, проверяла, покупала БАДы омега-3, которые предлагаются в Великобритании, в Норвегии, в США, в Польше. И оказалось, что более 50% омега-3, которые продаются в аптеках, не соответствуют никаким стандартам. И они связали это с жадностью фармакомпаний. Поэтому важно выбирать правильного, надежного производителя, биологически активного добавок, который мы используем для нашего здоровья. Ну и пятое, это, конечно же, если мы не знаем все-таки, что за компания, то выбирайте, смотрите, чтобы обязательно был стандарт качества GMP. Это все-таки дает вам гарантию. Итак, мы с вами рассмотрели пять критериев выбора правильной омега-3. И теперь вы вооружены и знаете, какую омегу-3 лучше выбирать. Но я и моя семья, мы выбираем омегу-3 от компании Арифлэм. Натуральные триглицериды, очищенная форма, пятиступенчатая очистка, которая помогает нам сохранять интеллект, память, здоровье нашей сердечно-сосудистой системы, улучшает нам настроение, помогает, кстати, похудеть, нарастить мышечную массу и очень много других замечательных качеств у омега-3. Успехов вам и до следующих встреч. Пока-пока.